Хуйдожественный фильм «Матрица» вышел 14 октября 1999 года, а действие фильма происходит в 2199-м. При 63-миллионном бюджете «Матрица» собрала около полумиллиарда зелёных американских хрустящих лимонов без косточек, что было очень и очень хорошо и солидно. Благодаря «Матрице» очень сильно поднялся скромный, добрый и очень хороший человек, который в жизни хлебнул очень много горя, актёр по имени Киану Чарльз Ривз. Он уже на момент съёмок в «Матрице» был популярен благодаря фильмам «Скорость» 1994 года, «Адвокат дьявола» 1997, «На гребне волны» 1991 и прочим, но после фильма «Матрица» он стал просто суперновый. Также неплохо хапнул звёзд и Лавренции Огнерыбов, он же Лоуренс Фишберн, который сыграл Морфеуса в «Матрице». Я лично не видел Лавренции о ни в каких фильмах до «Матрицы», а фильм «Ребята по соседству» 1991 года, в котором он играл небольшую роль, я посмотрел только недавно, и про него я рассказывал в ролике про фильмы 90-х. А Морфеус, он же Морфей, назван в честь древнегреческого бога сновидений. Также препарат морфин назван в честь него. Изначально, кстати, на роль Морфеуса рассматривались Гэри Олдман и Сэм Джексон, а отказался от роли Морфеуса актёр Рассел Кроу, который, как и многие актёры, сказал, что не понял сценарий. Катя Мостовая, она же Кэрри Энн Мосс, на съёмках подвернула лодыжку, но не говорила никому об этом, потому что боялась, что её заменят другой актрисой или сократят её сцены. Кэрри также получила популярность только после Матрицы, хотя она ранее в 93-м снималась в сериале Матрица, который ничего не имеет общего с фильмом Матрица 99-го года. Матрицей там звали главного героя, Стивен Мэтрикс. Также в фильме Команда со Шварцем главного героя звали Джон Мэтрикс. Если для многих, одев солнцезащитные очки, они становятся менее узнаваемы, то Кэрри Энн Мосс наоборот, как только одевает чёрные солнцезащитные очки, её все узнают. А изначально роль Тринити была предложена Джиллиан Андерсон, но она отказалась от неё так же, как и Сандра Баулак. Кузя Вьющийся Волос, он же Хьюго Уоллес Уиллинг, игравший агента Смита, также стал знаменит ролью в Матрице. И эта роль открыла для него много возможностей, и он стал востребован. После Матрицы он играл Красного Черепа в Первом Мстителе, он же Капитан Америка, Элронда во Властелине Колец, играл в фильме В значит Валер, Виндетта и прочих. Также он озвучивает Мегатрона в фильме Трахформеры. Перед тем, как Хьюго получил роль агента Смита, от неё отказался актёр Жан Рено, который выбрал съёмки в фильме Годзилла вместо Матрицы. А режиссёрами фильма Матрица стали тогда братья, но теперь сёстры Вачковский. Раньше это были Энди и Ларри Вачовский. В 2012-м Ларри стал Ланой и сделал себе розовые дреды, но тем не менее официально Лана встречается с 2002 года с Карин Уинслоу, а в 2009-м они даже поженились. А Энди в 2016-м также признался, что любит использовать выходное отверстие как входное, носить женское и из 189-сантиметрового лысого мужика превратился в волосатую женщину по имени Лили. Однако и он женат на женщине по имени Алиса Блессингнейм с 1991-го года. Братья и сёстры Вачковский после Матрицы режиссировали ещё фильмы «Спиди Гонщик», «Облачный Атлас», «Восхождение Юпитер», а с 2015-го года режиссировали сериал «Восьмое чувство», который создан и написан благодаря Вачковским, но был в июне 2017-го года закрыт. Также в Матрице на роль Switch, что переводится как коммутатор, ключ или переключатель, Вачковский хотели взять Андрогина, то есть человека, который внешне вроде как и мужчина и женщина. И в настоящем мире он должен был быть мужчиной, а в мире Матрицы он должен был быть женщиной. Но студия Warner Bros. отвергла эту идею. В итоге на роль Switch была выбрана Белинда Макклори, в которой невооружённым взглядом видна маскулинность и мощная челюсть. Она с 1999-го года замужем за актёром и режиссёром Джоном Хьюиттом. Я помню, когда мы впервые увидели этот фильм, то даже и не поняли его сюжет. К тому же тогда царили одноголосые переводы, которые ещё затрудняли понятие сюжета и вообще восприятие фильма в целом. К тому же мы были тогда глупыми школьниками, а они, как вы можете видеть в основной массе, в комментариях на YouTube, не отличаются умом и сообразительностью. Но тем не менее, фильм нам очень понравился. Первая часть Матрицы получила 4 Оскара. За монтаж, за звук, за спецзвуковые эффекты и за визуальные эффекты. Также саундтрек фильма Матрица стал популярным. И уже после выхода первой Матрицы, но ещё до появления второй и третьей, выходили пиратские фальшивые сборники под названием Матрица 2 и 3, в которых был Рамштайн, ремиксы на Рамштайн и прочее. У меня были раньше эти аудиокассеты, но все аудиокассеты и картриджи Dendy у меня украли с дачи какие-то мужеложцы и садомиты. У меня было много уникальных своих каверов на рок и металл песни из Матрицы, которые были на этих кассетах. Ну и также там было много различных радиоэфиров Бачинского и Стилавина и много различной уникальной музыки, которую я до сих пор не могу найти в электронном виде. Существует смешной перевод Матрицы от Дмитрия Гоблина Пучкова и его команды под названием Шматрица. Тогда выходило очень много смешных переводов на разные фильмы. А последним на данный момент смешным переводом от Гоблина является смешной перевод на фильм Хоббит под названием Хоббот или Путешествие взад-назад. Вроде он до конца ещё не озвучен, или озвучен скорее всего, но Дмитрий Пучков и его команда выкладывают части примерно по 20 минут. Только когда они набирают донаты на определённую сумму. На данный момент вышло 4 части примерно по 20 минут. Вроде бы это половина фильма. Перед тем как получить все деньги на фильм, Энди и Ларри дали лишь 10 миллионов долларов. И они сняли на них первые 10 минут фильма. Затем показали продюсерам то, что у них получилось. И удовлетворённые продюсеры дали Вачовским требуемую сумму на съёмки всего фильма Матрица. После успеха первой части Матрицы вышли ещё две части, завершившие историю избранного и вечный круговорот борьбы людей и машин. Были ещё и местами офигительное аниме Матрица, сделанное несколькими режиссёрами, разные истории во вселенной Матрицы. Были и игры Enter the Matrix с квадратными колёсами автомобиля. И гораздо позже вышедшая глючная, но неплохая игра Matrix, Path of Neo. Была даже и онлайн MMORPG Matrix Online, вышедшая в 2005 году и закончившая своё существование в 2009. Известно также, что популярный актёр Уилл Смит отказался от роли Нео и выбрал съёмки в фильме Дикий-дикий Запад. И до сих пор жалеет о своём решении. Также Николас Кейдж и Том Круз отказались играть Нео. Больше видео про актёров, отказавшихся от знаменитых ролей, вы можете посмотреть справа сверху, а также в описании к этому видео, если вам будет интересно. Плюс ко всему, на роль Нео рассматривались Джонни Депп, Брэд Питт, Вэлл Килмер и Леонардо Ди Каприо. Но и они все также отказались от роли Нео. А жена Уилла Смита, Джейда Пинкин-Смит, пробовалась на роль Тринити, но не получила её. Зато позже она получила роль Найоби в игре Матрица и во второй и третьей части фильма Матрица. Вместо съёмок в фильме Матрица, Эван Макгрегор выбрал съёмки в фильме Звёздные войны эпизод 1 «Скрытая угроза», а Дэвид Духовный выбрал съёмки в секретных материалах «Борьба за будущее». Мобила, по которой говорит Нео с Морфеусом, это Nokia 8110, которую некоторые люди продают за 60 тысяч рублей на популярном сайте объявлений. А печенье, которое даёт Оракул, или как в русской версии её стали называть «Пифия», можно трактовать в мире Матрицы как «Кукифайл», ведь «Куки» переводится как «Печенье». Таким образом, Нео получил от Оракула «Кукифайл». На этом с интересными фактами о фильме достаточно. И теперь переходим непосредственно к актёрам фильма, их биографии, фильмографии и интересным фактам из жизни. Киану Чарльз Ривз играл главную роль избранного в фильме «Матрица», и на июнь 2017 ему 52 года, а родился он 2 сентября 1964 в Бейруте, Ливанской республике. Мама Киану по имени Патрисия Бонд работала костюмером. А папа Сэмуэль Ноулин Ривз-младший работал геологом. Отец Киану бросил семью в 3 года. Также известно, что он продавал героин. Позже мама Киану несколько раз выходила замуж за разных людей, и они вместе с Киану переезжали в разные города. Киану посещал школу искусств, из которой был исключён из-за своего поведения. Далее Киану был хоккейным вратарём в школе, но получил травму и бросил это занятие. И стал подрабатывать актёром. Киану не закончил школу и бросил её в 17 лет. Затем стал упорно заниматься своей актёрской карьерой, получив грин-карт на разрешение работать в Америке, благодаря своему отчиму. Впервые на экранах Киану появился в одной из серий сериала «Hangin' In» в 84-м. В 85-м снимался в ТВ-фильме «Letting Go». Затем «One Step Away», «Молодая кровь» в 86-м вместе с Патриком Суэйзи, за роль в котором получил 3000 долларов. Получил одну из главных ролей в фильме «Полёт» в 86-м. В 89-м снялся в фильме «Невероятные приключения Билла и Теда», благодаря которому получил известность. В 91-м было продолжение «Билла и Теда» под названием «Ужасные приключения Билла и Теда». И в этом же году была великолепная роль в фильме «На гребне волны», в котором Киану вновь снимался с Патриком Суэйзи. Киану благодаря этой роли научился кататься на серфе. Также в 91-м Киану стал играть на гитаре в группе «Догстар». В 92-м был в фильме «Дракула» с Гэри Олдманом. В 94-м Киану снимался в успешном фильме «Скорость» с Андрой Балок, за который получил 1 миллион 200 тысяч долларов. В 95-м за 2 миллиона снимался в «Джонни Мнемонике», в котором должен был вместо него играть Вэл Килмер. Но Вэл отказался и стал сниматься в фильме «Бэтмен навсегда». В 96-м Киану снимался в фильме «Чувствуя Миннесоту» с Кэмерон Диас. В 97-м были съемки в фильме «Адвокат дьявола», от которого многократно отказывался Аль Пачино. Ради Аль Пачино даже переписали сценарий и вносили в него правки. Также часть из своего гонорара Киану отдал Аль Пачино, лишь бы тот согласился на съемки в фильме. За роль Киану получил 8 миллионов. Далее режиссер Джоэл Шумахер хотел снимать Киану в роли Пугала в фильме про Бэтмена. Но неудачный фильм «Бэтмен и Робин» не дал этому случиться. После «Бэтмена и Робина» никто не хотел снимать фильмы про Бэтмена долгое время. В 98-м году Киану познакомился с девушкой по имени Дженнифер Сайм. Позже она забеременела, но ребенок умер в утробе. А через полтора года погибла в автокатастрофе и сама Дженнифер. После Дженнифер Киану так и ни с кем не встречался, и у него не было серьезных отношений. Как он говорит, боль со временем не стихает, а только меняет форму. В 99-м у Киану были съемки в «Матрице» за 10 миллионов плюс процент с продаж. Съемки в фильме «Дублеры» вместе с Джином Хэкманом, которому Киану отдал 90% прибыли с фильма только ради того, чтобы Джин согласился на роль. Далее были съемки в фильме «Хардбол» в 2001-м, вторая и третья часть «Матрицы» в 2003-м, 80% заработка с которых Киану отдал команде по спецэффектам и макияжу. За вторую и третью часть «Матрицы» Киану получил 30 миллионов плюс процент с продаж. В 2005-м были съемки в великолепнейшем фильме «Константин Сергеевич», в котором также играл Шайла Бафф. В 2010-м появился мем «Грустный Киану», который очень положительно повлиял на вновь нахлынувшую волну интереса Киану. В 2013-м Киану режиссировал свой первый фильм под названием «Man of Tai Chi», в котором также и снимался. Снимался в фильме «47 Ронинов», «Джон Уик» в 2014-м, в этом же 2014-м в дом Киану проникла поклонница, в то время как Киану с ней общался, он вызвал полицию, которая приехала и арестовала незаконно проникшую в дом поклонницу. Далее в 2016-м Киану озвучивал котенка по имени Киану в фильме «Киану». Снимался в «Неоновом демоне», «Джон Уик 2» в 2017-м, а в будущем планируется выход продолжения приключения Билла и Теда, в котором покажут 50-летних Билла и Теда. Также Киану снимается в фильме «Сибирь», который должен выйти в 2018-м, и впрочем. Про пристрастие Киана к мотоциклам, значение его имени и прочие интересные факты о нем, вы можете посмотреть в ролике «6 интересных фактов о Киану Ривсе» справа сверху или в описании к этому видео. Кэрри Энн Мосс играла Тринити, она же троица в фильме «Матрица». На июнь 2017-го Кэрри 49 лет, а родилась она 21 августа 1967 года в Канаде. Маму Кэрри зовут Барбара, а папу Мелвин. В 11 лет Кэрри стала выступать в детском музыкальном театре, в котором играла. Затем стала путешествовать по странам вместе с хором. Получила крошечную роль в сериале «Автостопщик» в 89-м, а в 92-м переехала жить в Лос-Анджелес и поступила в Американскую Академию Драматических Искусств. Появилась в сериале «Кафе кошмаров», «Рыцарь навсегда», «Темное правосудие». Играла в сериале «Матрикс», в котором главного героя звали «Матрикс», и сериал ничего не имеет общего с фильмом «Матрица». Появилась в сериале «Спасатели Малибу» в 94-м, в фильме «Хищный огонь» с Билли Зейном, «Мягкое убийство», в котором есть сцена, где Кэрри с голой грудью. Снималась в сериале «Моделс Инк», «Саботаж» в 96-м с Марком Драйвом Дакаскасом. Про Марка Дакаскаса, кстати, и в фильм «Драйв» я уже делал ранее видео, которое будет справа сверху и в описании. Далее Кэрри снималась в сериале «Иллюзия убийства» в 97-м, а в 99-м вышла «Матрица», которая прославила Кэрри, и она даже была номинирована как лучшая актриса на награду «Сатурн». В этом же 99-м Кэрри вышла замуж за актёра Стивена Роя. В 2000-м Кэрри снималась в великолепном фильме «Мементу», он же «Помни», режиссёра Кристофера Николаевича Нолана. Снималась в «Красной планете», «Шоколаде» и продолжениях «Матрицы» в 2003-м. В этом же 2003-м, в 36 лет, Кэрри родила своего первенца, сына Оуэна, а в 2005-м родила Джейдена. Играла в «Охотники на убить» с Сараном Экхардом и Беном Кингсли. Зомби по имени Фидо в 2006-м, в котором также снялась мама Кэрри по имени Барбара Мосс. Далее Кэрри играла в фильме «Нормальные» в 2007-м. В 2009-м, в 41 год, родила дочь Фрэнсис Беатрис. Озвучивала персонажа по имени Ария Т. Лок в игре «Масс Эффект 2» и «3» в 2010-м. Играла Клаудио в фильме «Сайлент Хилл 2» в 2012-м. Играла в сериале «Вегас», «Франкенштейн» в 2015-м. В сериале «Люди» в 2016-м, «Железный кулак». А в 2017-м снималась в сериале «Защитники», в котором также снималась Сигурни Уивер. На этом всё. Если понравилось видео, то ебаните палец вверх, и будет больше видео на тему «Матрица». Мне самому лично было очень интересно узнавать про актёров фильма «Матрица» и про интересные факты о самом фильме. Идею для этого видео, кстати, подал Александр Мизанин в группе «Ай люблю кино». Вы также можете туда заходить и предлагайте свои идеи к фильму. Если она и мне понравится, и вам, то я обязательно сделаю по ней ролик. Да, кстати, если вы покупаете на Алиэкспресс, то не забудьте воспользоваться промокодом, который будет в описании к этому видео. Там будет ссылка на промокод, который даёт 10% кэшбэк при покупках на Алиэкспресс. Воспользуйтесь им. Кстати, недавно сходил на фильм «Мумия», недавно только вот пришёл, и мне лично очень понравился фильм. Поэтому, если вы ещё его не посмотрели, то обязательно посмотрите. Он всё-таки стоит того, чтобы его посмотреть. Это будет начало вселенной студии Universal. Там будет ещё фильм «Привидение», который будет играть Джонни Депп и прочие всякие. И Франкенштейны, и Доктор Джекил и Мистер Хайт. «Мумия» — это только начало этой вселенной. Как у Marvel, как у DC и так далее. Поэтому не слушайте интернет-негативщиков, критиков и просто негативных людей, а просто ходите на фильм и получайте удовольствие. Сходите с девушкой или там со знакомой, с кем угодно, и получите приятные эмоции. Мыслите позитивно? Так, я помню, когда мы впервые видели. Так, нажал на запись. Аморфеус, он же Морфей, назван в честь древнегреческого бога. Блин, сновидений. Но она отказалась от неё так же, как и Сандра Баулок. Или Булок, хер знает, как её фамилия произносится. А они, как вы можете видеть в комментариях по всем видео на YouTube, не отличаются умом или сообразием. Блядь, запорол потом в конце. Но нас поразили визуальные эффекты этого фильма и операторская... Бляда, какая операторская? Срать было на операторскую работу. Я помню, когда мы увидели её сейчас. Я помню, когда мы увидели это заеб... Так, короче, 30 секунд перерыв. Мозг нагревается. Я помню, когда мы... Я бы заебался. Уже не поняли его сюжет. Потому что... Да не потому что, блин. К тому же... 90... Так, хватит рукой мотать. Что-то так помогает думать, когда вот так делают. То есть... Наверное, мысль такая, такая, такая прошла. Так, сейчас. Уже не поняли его сюжет. Потому что... Да не потому что, ё-моё. К тому же... Снималось... В двухсисичном. Двухтисячном. Двухтысячном. Так, я на запись нажал. Пришёл. И мне он лично... Не, лично, лично. Нахаляй, лично. Кстати, недавно пришёл с мельма... С мельма мумия. Мумер-двимиль моя. Кстати, недавно пришёл... Куда я пришёл? С кокаинной вечеринки. Всё забыл. И так понравился. Но мне лично супер. Мне лично... Лично, лично, лично. 20 раз лично. Можно я буду звать тебя Мэлвином? Нет. В фильме «Хищный огонь» Впервые на экранах Киану появился в одной из серий сериала Хенгин... 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 Изначально, кстати, на роль Морфеуса рассматривались Гэри Олдвен... Блять, Олдвен... Но студия Warner Brothers... ... И удовлетворённые... Дали Вачовским требуемую... Требуемую... Требуемую сумму... Требуемую... Также хочу сказать большое спасибо тем, кто поддерживает этот канал финансово. Канал приносит совсем мало, но ваша помощь может развиться каналу в будущем побольше. Хочу отдельно поблагодарить следующих людей. Это Тимми М. Спасибо тебе большое за поддержку. Рома Шилов. Также тебе спасибо большое. Ирина Копыльцова. Андрей Сахалина. Также я помню. Всем спасибо большое. Костя, Нинель. Вам спасибо большое также за поддержку канала. Джон Мастер. Также тебе спасибо большое. Нир Бот. Тоже спасибо тебе большое. Юра Гарик. Также вам спасибо большое за поддержку канала. И Филипп Моррис. Также тебе спасибо большое за поддержку канала. Эти денежки я откладываю на HD веб камеру, но в будущем может быть что-то более отдельное будем откладывать и собирать. А пока всем спасибо, кто поддержал. Пока. Если понравилось это видео, то можешь глянуть еще парочку интересных с канала Ай Люблю Людей. Интересные видео есть как в описании этого ролика, так и отображены на твоем экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии. Будет интересно почитать. До встречи.